Недешевое удовольствие. С февраля повысилась плата за телефон. Рост тарифа для населения составил 20%. Карагандинцев эта новость никак не обрадовала. С чем связано подорожание и будут ли теперь горожане говорить меньше, в следующем репортаже. Ну откажемся, да и все. На сотки будут дешевле. Новость о том, что с февраля за телефон нужно будет платить на 20% больше, неоднозначно восприняли карагандинцы. Ведь с последнего подорожания не прошло и года. В апреле 2012-го услугодатель уже поднимал тариф на 20%. Теперь домашний телефон многим попросту будет бить по карману. Подорожание, оно бьет естественно по карману. Конечно не хотелось бы, чтобы поднимался уровень, потому что на пенсионеров равняется, что им поднимают зарплаты еще кто-то. А в основном-то большая часть населения не имеет прибавки. Пенсия минимальная. И поэтому на потарифные расчеты веду. Небо немецкой хватает. Чтобы поменьше разговаривать, только в экстренных случаях. Ничего положительного я не могу сказать, потому что у меня рут свиники и в Воронежской области. Тем более мы уже в таком возрасте, что нам нужно общение. Зато зарплата стоит на месте. А также пенсия. Как пояснили представители Казактелекома, повышение произошло в рамках ребалансирования тарифов по приказу комитета связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникации страны. Подорожание коснется абонентов, не переведенных на повременную систему оплаты. Вместе с тем подешевел интернет. Немного, немало на 5%. Все расчеты у нас ведутся центральным аппаратом по согласованию с правительством. Поэтому были расчеты себестоимости при доставлении услуги, в связи с чем мы и столкнулись с этим увеличением. Чтобы квитанция за телефон не оказалась для горожан сюрпризом, представители Казактелекома призывают ознакомиться с новыми тарифами на сайте компании www.telecom.kz